приветствую всех кто будет смотреть это видео давно обещанное видео обработки рога не буду говорить что я такой прям мастер там вот уроки да и тому подобное нет нет я сам резьбой занимаюсь порогу 22 года чуть больше чем два года на пару месяцев примерно раньше занимался резьбой по дереву и металл с металлом имел дело не воспринимайте пожалуйста это как это просто как совет такие кому-то кто начинает и тому подобное я самого начала начну будет показано показаны рога олени и лоси чем они схожи чем отличаются и тому подобное начнем с того откуда они вообще берутся понятно берутся животных двумя способами либо они сами сбрасывают определенный период своей жизни и эти рога получается вот так то бишь пористыми зависимости от количества от этих вот этой пористости и зависит то что мы можем сделать с этим рогом а встречается это не то встречается и не пористый вот это лось правда ну примерно так же и олень выглядит не пористый понятно да в чем отличие естественно что если пористый уже работа особо не годится внутренняя часть да и не пористый особо внутреннюю часть не годится потому что при полировке получается внутренняя часть матовая тоже имейте ввиду это очень хорошо собирает грязь так что мы не должны выходить за пределы вот этой вот кромки внутри вот в этой сердцевине чуть-чуть другая структура и она очень хорошо собирает такой полировочную массу чем будем полировать так что и впитывать при том еще и так что вот имейте ввиду самая красивая самая верхняя часть бывает где я беру беру я их покупаю или меня на свои работы покупая по интернету ну вот есть такие объявления продам врага того-то того-то вот естественно просто так купить и может там этот человек вообще браконьер даже не надо поддерживать по тех людей я покупаю вешалки вешалки из раков то что бывает в милейнах почему вешалки потому что людей эти вешалки еще с сссерских времен по 20-30 лет лежат в доме прекрасных условиях либо на антрисольге там или на шкафу или действительно как вешалка и соку по 20-30 лет и неплохие рога получается для работы и при том еще человек продает свое то что у него было ой кстати нашел делюкс который потерян был отвлечемся потом а чем это я подожди делюкс меня сбил от радости вот эти рога вот это кстати по объявлению я купил и человек может там договориться может порезать там и прислать по почте если захочет день порезать а вот теперь перейдем плавно как порезать и вообще чем отличается чем как отличить рога оленя и лоси вот рога оленя у оленя вот это называется коронка или коронная часть она прицепляются голове что-то она была бы здесь на год здесь голова с этой стороны это становится на рога эта коронная часть самый хороший материал вот эта часть может она даже и при пористых рогах вот эту примерно часть бывает еще пост 9 завт... самой крепкой самой красивой частью от рога рога оленя вот они сразу отходит от этой коронной части вот так отходит и вот с этой стороны так отходит вот они у лося такого не бывает у лось обязательно вот такой вот обхвате примерно как с рук с руку примерно такие рога обязательно часть голая абсолютно как дерево очень на дерево похожи еще можем увидеть в объявлениях вот такие вот светлые темные что хорошо что плохо сказать не смогу потому что бывает и темные хорошие и светлые хорошие ну вот это вот просто вот данный экземпляр не очень хорош потому что он валялся на земле валялся на земле как это отличить что валялся на земле не валялся на земле да вот сбросил рог этот лось а его взял туда подобрал в лесу и продает первый признак понятно вот это вот налет черный нехороший налет это получается земли и когда он полежит воздух воду впитывает он вот так вот зеленеет вот это зеленушка такая вот такая это плесень моха или что-то такое подобное эти рога честно говоря для резьбы не подойдут вот вообще не подойдут но очень интересный получается из них полирует когда полируешь свет когда это сточешь там получается зеленые прожилками иногда попадается или желтые прожилками тоже интересный материал но для резьбы не особо такие ценные совсем белые тоже не всегда хорошие бывают бывают такие крепкие хорошие а вот такие пористые ну вот конкретно на этом что касается рога рогов оленей чем отличается похоже понятно вот они вот структура такая структура такая по структуре очень даже похожи у лоси бывают вот такие вот примерно вот эти вот как пальцы такие вот короткие длинные а у оленя обязательно бывают длинные части такие вот и вот для ножа для рукояти очень хорошие бывают для оленя потому что они почти по всей длине они одинаковые по обхвату а у лоси обязательно начало шире конец уже это обязательно я других не видел бывают длиннее бывают такие длинные там чуть длиннее две рукояти вот такие бывают маленькие с коронной части но это вешалка вот то что я говорил вешалка она была такая вот с двух сторон и вот человек иногда их покрывает лаком вот если честно говоря покрыты лаком вешалки такие вот я не брал бы почему потому что во время обработки они они так воняют этим лаком ну зато цвет хороший интересно получается оранжевый цвет такой рукояти или учет того что вы делаете оранжевый цвет из-за того что лак пропитался с годами но текстуру не сохранишь с лаком если вам не нужна текстура этого рога так что берете простой вот такой чтобы не был покрыт лаком чтобы вы лежали ну лежал и такой примерно с годик что еще ну конечно на красоту рисунка обращайте внимание обязательно чтобы не было глубоких таких борозд здесь нет таких особо глубоких теперь что можем использовать у оленей что можем использовать у лосев у оленей только один вариант использовать на рукояти ножей вот они вот эти части очень прямо идеально у него большинство рукояти из ракового оленя честно говоря их особо и не осталось вот только один другой остался чтобы показать они бывают такого диаметра бывает вот его ствол и толще у лося же очень редко хорошего падается очень редко а сон в основном вот такие вот ерундовые такие маленьких на ни на какой нож не посадишь там только на подвесы не сделать или там игрушки там или сувениры у них хорошая часть этого это для скульптур для каких-то скульптур там подарить кому-нибудь или что-то или для накладок для накладок вот для накладок для ножей не вот ножей конечно для ножей вот бывают такие вот они не очень хорошие накладки бывают вот такие плоские и тонкие такие особо вот они по толщине здесь 10 миллиметров 15 миллиметров главное чтобы они были ровные примерно вот такие вот чтобы ровный тоже редко пытается надо искать выяснять выбирать из сотни одну чтобы подошли чтобы дверь части были похожими в общем я такие ерундой занимался даже надел таких вот надел таких для продажи но все как-то времени нет обновить эти темы свои заново показать в общем я покажу готовые как они бывают нарезаны вот эта часть я кусочек отрезал кусочек отрезан вот она ну вот видите это только одна часть а она толстая для накладки вот покрытая лаком с одной стороны очень интересный экземпляр потому что одной стороны покрыт лаком с другой нет это очень толстая что мы делаем а кстати как отрезать отрезать можно простой пилой по дереву будем мучиться пару часов ножовкой по металлу ну на полчаса меньше и самое быстрое это либо отрезным кругом кругом на точили либо болгаркой самый быстро болгаркой самый пыльный из способов но очень быстро получается и очень явно например на точили режу и пыли получается ужасно много это лучше делать маски в очках и на улице где нить потому что вонь такая невозможная ну что делать вот это конкретная часть это я отрезал от вот такой вот коронная часть я просто взял там была тонкая коронка вот такая вот и ее пополам разрезал получается такая вот тоже качестве накладки пойдет это такие вот обязательно их разрезать не получается надо бы то вязань здесь сточить с одной стороны они и выравниваются одной стороны вот так вот и текстура красивая остается которая нужна страна вот эти вот углы тоже надо срезать может они не пригодятся так покажу хотя бы красивыми а то это все как-то не то показывает но это другие вещи вот оранжевого такого цвета тоже красиво интересные вот от ствол от ствола такого толстого это от лоси тоже кусочек такой отрезанным вот так вот смотрится часть тоже когда отрезаешь вырезаешь остаются такие части такие вот покажу вот такая текстура бывает и красивая бывает такая с линиями текстура мне больше с точечками нравится но кому что я показывал вот эта часть от этой или этой в общем они здесь пронумерованы у меня были все смешались ну в общем такая тоже будет так это мы отложим вот я надеюсь понятно что вот отдельные которые лежат вот с точечками очень красивые черные прямо не темные вот вот прям безумная красота когда уже кто-то смонтирует на нож они еще и потом толстые просто на вранье смонтирована нож надо будет уйдет все точки чуть сточить с повернуть и они будут беловатые такая красота получается когда на темном фоне белые такие точки и руке приятно и не не выскальзывает спасибо этим животным что они есть на земле их никто не ценит жаль я очень люблю животных даже странно правда с рогами работая животных люблю нет животных я очень люблю и в основном работаю сброшенными сброшенными рогами есть конкретный но это уже я их покупал уже понятно уже лежать 20 лет уже какой-то человек их трофей забрал а люди их им выкинуть жалко и в общем продается и чтобы свое что-то взять это рога буйвола это на проставке я готовил такая большая кучка была и столько осталось перейдем теперь к отросткам лося это моя дрель хорошая дрель не помню как она называется уже все стер вот такие тоненькие бывают вот такие тоненькие они не под не годятся на рукой от ножа очень тонкие или для столовых в стиле таком подойдут интересные они очень похожи бывает много я отложил то что не пригодится для рукояти ножей или для очень тонких бывает бывает овальным таким вот часть вот такие они бывают срез на средь бывают большие вот такие а еще цвет скажу цвет бывает белый полностью а мне то что нравится бывает таким цветом белый внутри и сиреневым таким вот ободом это как корковая такая часть это вот то что сверху сиренево и такие красивые интересные вещи можно с ними сделать сочетает два цвета бывает еще я покупал рога за границей у них бывает рога с прожилками розовыми вот представьте вот здесь белые и розовые прожилки такие это очень красиво в работе когда уже закончил работу и на работе очень смотрится красиво бывает зеленовато такими голубыми прожилками но это очень редко и то это получается что животное там что-то наелось получается они не сиренево цвета какого-то такого темного цвета чуть ли не черного это не покрашенные ничего это природные такие очень редко попадается из из тысячи одного такого бывает у меня была такая один такой кусок был смотрится странновато честно не похоже вроде должен быть белым вот такие части можно использовать на проставке это просто выбирается хороший кусок не пористый и нарезается это на токарнике кто-то делал мне так можно вот такие цилиндры вырезать есть на дрель нас дрель насадки такие коронки по-моему называются они нужного диаметра выбрать и просто такие вот коронками дырочек наделать вот вам будет проставка но учтите у пористых рогов вот в этих местах будут поры как раз вы нож поставите здесь поры вылезут тоже не выход эти сделаны конкретно из вот этой части на токарном станке вот здесь видно более-менее такие вот рукавицы я покажу для ножа бывают большие бывают меньше можно крепить вот в этом месте клинок тогда получается остаток здесь вот такой вот если нужно именно такой формы если нет можно отрезать здесь значит замеряем заранее размер причем отрежем и потом клинок вставляется сюда а здесь резьбу проводим там животное голову или какой-нибудь узор если что угодно вот овальное показал вот такой бывает размером попадается даже вот такие вот что только не делают природы она очень больное животное было я целый год работал на этот материал все эти вешалки то что были в объявлениях наверное скупил другой год я работал на инструмент сейчас надеюсь на прибыль чего-нибудь от этих вот так это все олень вот олень вот у оленя заметьте да вот на такие тоже попадаются очень ровные поверхности такие вот вот эти тоже можно вот они здесь пористые вот здесь тоже можно так срезать вот так или там я как говорил ножовкой по металлу с гуру с крупной такой это с крупными зубами или по дереву если уж ничего нету либо булгарка вот так отрезать и потом зажать его в тисках и вот так прорезать там часть вот так порезать и вот так порезать получается две накладки здесь не пойдет здесь бугорок вот это одна часть положим и вот эта вторая часть вот такие вот всякие о вот такие красивые бывают рог оленя вот такие вот то что я говорил сточить белым на темном фоне красота вот она сточная уже вот здесь рука не поднимется что-то вырезать если честно это просто идеальный рисунок то что придумано природой его просто надо срезать вот в этом месте придумать очень красивый же больстер или гарду какую-нибудь такую небольшим упором меньше 5 миллиметров надо соблюдать закон обязательно поэтому очень хороший чтоб как говорится жить жить и не тужить надо законы соблюдать законы не будешь соблюдать будешь не жить а тужить в общем вот такие вот пределы у нас здесь уже я показал по-моему это все да это я показывал и остаются большинстве большая часть вот то что я говорил вырезать датим коронкой вот такие вот части остаются это на моим ученикам на тренировку вот они вот такие части очень много остается вот эти части пойдет на подвесы такие хорошенькие, интересные вот у меня есть тема я там показывал и дальше, то что будет в видео уроке, я буду показывать как можно их обработать вот конкретно такие мелкие мелкие такие вещи чтобы сделать подарок вот скоро праздники сначала 14 февраля сегодня у нас уже 1 февраля если не ошибаюсь и я даже не снижу за этими числами и 14 февраля, потом там 23 февраля потом марта в общем день рождения потом на чаще всего рождается зимой люди сейчас раньше, вот сейчас много дней рождения зимних, весенних и вот тогда вот может и пригодиться вам что вы увидите первый, наверное, скорее всего я вырежу покажу вот как вырезать ангела небольшого такого ангелочек чтобы вы могли подарить своим близким, родным ну и дальше, наверное, что-нибудь придумаем и вот будем показывать буду показывать как обрабатывать конкретно это вот первый урок то, что касается как это все разрезать как разделить а сначала, прежде чем врезать надо сначала, естественно, карандашом отметить не надо полагаться вот я вот так вот порежу и все а когда вот что-то включаешь всегда теряешься а как там было как я хотел порезать, я забыл и тому подобное и часть всего накладки режется я режу 120 на 35 на 40 примерно 35-40 на 120 и учитывать надо вот здесь вот складки не складки, а вот изгибы вот по этим изгибам лучше все резать вот эти части здесь пор не бывает у этих частей вот эти крайние здесь тоже пор не бывает до этого места примерно даже у сброшенных у не сброшенных я вот показал вот на свет если будет красиво видно вот там зеленоватые вот это вот есть поры своеобразные вот они тоже нехорошие в общем что я хочу сказать уважайте животных уважайте людей и все будет взаимно спасибо всем здоровья счастливо спасибо спасибо Продолжение следует...